Дорогие друзья, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на четвертой лекции цикла «Теория и практика культурного лидерства», которую мы, отдел культуры и образования посольства Великобритании в Москве, делаем совместно с музеем «Гараж». В очередной раз хотелось бы сказать спасибо музею «Гараж» за то, что принимают нас в своем уютном лектории. И чтобы не задерживать вас еще дольше, сегодня у нас в гостях независимый продюсер Мартин Грин, который помимо всеми, наверное, нами виденной от церемонии открытия или закрытия Олимпийских игр в Лондоне также занимался программой «Халл Город Культуры». Это программа поддержки и развития города через культурные проекты. И сегодня это будет фокусом нашего разговора. Мартин расскажет о том, как с помощью культурных проектов разговаривать с жителями городов, как, скажем так, обратиться и найти связь с теми, кто обычно далек от культуры. После лекции, как всегда, у вас будет возможность задать Мартину вопросы. А пока всем хорошего вечера, и увидимся после лекции Мартина. Спасибо. Здравствуйте. Да, давайте еще раз попробуем. Здравствуйте. У нас будет очень интерактивный сегодня диалог. Начну с пары важных моментов. Во-первых, большое спасибо за то, что вы пришли сегодня вечером. В Лондоне у нас, если выпадает столько снега, сколько сегодня, все замирает, вся жизнь. Я очень впечатлен, что вы дошли до лектория. Второй момент. Простите, пожалуйста, что я не говорю по-русски, но я надеюсь, что мой замечательный друг, Надя, нам сегодня поможет с переводом. Надеюсь, что она поможет вам понять то, о чем я говорю. Я включу презентацию, выведу ее на экран. Итак, что сегодня будет происходить? Я недолго буду говорить соло, а потом я перейду к диалогу. То есть я хочу, чтобы моя лекция сегодня вдохновила вас на вопросы. Потому что, мне кажется, самое интересное, это не чтобы я что-то говорил, а чтобы мы разговаривали. Иными словами, когда дойдет дело до сессии вопросов и ответов, пожалуйста, приготовьте свои вопросы, не молчите. Я буду рад очень услышать вашу обратную связь и ваши вопросы. На слайде, в общем, написано то, что мне больше всего интересно в жизни. Это города, культура, места, люди. И то, как мы можем попытаться найти уникальный голос города, в котором мы работаем. Как мы пытаемся дотянуться до аудиторий, до зрителей, до посетителей, которые обычно не посещают мероприятия, связанные с искусством. Мы видим искусство как способ поменять все аспекты жизни в любом городе. Позвольте, я пару слов скажу про себя сначала, просто чтобы мы познакомились. Я думаю, лучше всего назвать себя продюсером в сфере культуры. То есть я продюсирую всякие художественные проекты. Обычно это очень масштабные проекты. Фотография, которая вы видите на экране, была сделана 28 минут спустя, после церемонии открытия Олимпийских игр 2016 года. Я продюсировал эту церемонию, именно поэтому у меня здесь такое лицо. Я думаю, что внимательные зрители заметят наши инструменты работы. Вот, например, коробка с салфетками. Они были необходимы во время наших встреч, потому что все сотрудники рыдали под конец встреч. Как вы понимаете, работа у нас начиналась с 6 утра, вот здесь рулон туалетной бумаги. Если вы смотрели церемонию открытия, вы видели, что в небе загоралось 5 огромных колец, которые сходились. 5 миллиардов людей смотрели это шоу. И вот только когда церемония уже началась, только тогда впервые все сработало, потому что на всех генеральных прогонах у нас ничего не получалось. То ли загоралось что-то не то, или наоборот, кольца не загорались. Мой первый вопрос был перед церемонией открытия. Мы готовы? Второй вопрос. Мы уверены, что мы готовы? И третий вопрос. Вы уверены, что мы хотим делать так, как запланировали? Но в итоге у нас все получилось, слава богу. Как вы видите, тут также стоит много телефонов. Телефоны были нужны для того, чтобы останавливать весь воздушный трафик над стадионом. Нам это было необходимо для того, чтобы королева смогла приехать на вертолете на церемонию открытия. Если вам интересно, как мы ее доставали из этого вертолета, и как она вообще прилетела, спросите меня, пожалуйста, после лекции. Сейчас я не буду на этом останавливаться. Итак, меня зовут Мартин Грин. Я изучал теорию театроведения. Я изучал театр именно как теоретик. Я учился ремеслу сценариста и режиссера. Актер я не худышный. Актерскому мистерству я не учился. Но потом я перешел к продюсированию различных мероприятий. Я работал в Лондоне вместе с мэром Кином Ливингстоном. Тогда он был на позиции мэра. Для меня это была очень важная возможность. Как вы, возможно, знаете, Лондон поделен на так называемые Боррор, на разные районы. Их всего 22. И нам было очень важно проводить мероприятия, которые будут объединять город, делать его целостным. В частности, Ливингстон, мэр, с которым я работал, хотел именно этого добиться с помощью культуры. А мне также было интересно разнообразие. Городы этническое, культурное. Мы объединяли различных лидеров, в том числе художников. Мы проводили большое празднование Дня Святого Патрика. Мы проводили гей-парады. Для нас это тоже было очень важным направлением. Мы работали много с разнообразием людей, которые живут в Лондоне. Как говорил Кен Ливингстон, в Лондоне живут очень много людей. И кто бы в Лондон не приехал, этот человек всегда может найти сообщество, которое говорит на его языке. Именно поэтому Лондон хотел принимать у себя Олимпийские игры. И сейчас, мне кажется, пришло время сказать о огромной трагедии, Брексите. Вы, наверное, слышали. Я считаю, что это просто ужасно, что это просто катастрофа. Я работал пять лет на позиции помощника мэра Лондона, потом перешел на коммерческие проекты. Я, в частности, работал на площадке О2, О2, возможно, вы слышали, это огромная концертная площадка. Там я делал очень масштабные проекты. Часто бывало такое, что шесть месяцев подряд мои коллеги мне говорили, нет, ничего не сработает, у себя не получится. А потом нам удалось успешно продавать билеты, и все у нас получалось. Именно так, именно это мне помогло стать главой продюсирования церемоний открытия Олимпийских и Паралимпийских игр, простите, в том числе. Мы проводили церемонию передачи Олимпийского огня и церемонию приветствия всех стран-участниц Олимпийских игр. И я очень горжусь тем, что я могу сказать, что все прошло хорошо. Если бы все прошло плохо, то я бы здесь перед вами не стоял ни в коем случае. После того, как мы завершили работу над церемониями открытия Олимпийских и Паралимпийских игр, у меня было два варианта. Я мог либо присоединиться к путешествующему цирку, так я называю группу людей, которые работают над Олимпийскими играми в разных странах. Но мне этот путь был не очень симпатичен. Во-первых, потому что мне важно много времени проводить в одиночестве, в том числе. А во-вторых, потому что идеология Олимпийских игр для меня была не просто работой, на которой можно заработать денег. Для меня мне было важно именно привести Олимпийские игры на мою родную землю, в Лондон. Через какое-то время ко мне обратились представители проекта «Город культуры». Планировались этот проект проводить в Хале. Я буду показывать вам много разных видео, мне не придется все рассказывать, слава Богу. В частности, я вам покажу видео, которое мы сняли в самом начале этого проекта. Это было такое заявление о наших намерениях, про то, что искусство нас всех объединит. Тебе либо интересно жизни, что такое быть человеком или нет, а искусство — это способ осмыслить эти вопросы. Искусство нас зачаровывает, трогает. Не все понимают или познают мир одинаково. Мне кажется, именно этим и занимается искусство. Искусство дает вам инструмент познания себя или познания мира вокруг вас, познания ближних ваших. И мне кажется, искусство приближает вас к тому, что раньше было от вас очень далеко. Да, мне кажется, искусство может просто отпустить то, что есть внутри, позволить этому проявиться. Как мне кажется, искусство мощнее всего, когда оно не выглядит как искусство, когда ты не видишь какой-то проект, который ты, на первый взгляд, вообще бы не стал ассоциировать с искусством. И интереснее всего мне, когда люди не зарабатывают на искусстве, не делают какое-то узнаваемое искусство. Мне интересен этот момент встречи со зрителем, который очень настоящий. У нас у всех есть внутренний художник, поэтому когда люди мне говорят, что искусство не для них, мне очень нравится оспаривать это утверждение. Мне интересно найти способ, как они могут приблизиться к искусству, потому что мы все художники. У любого человека есть творческая жилка. Нам просто нужно найти канал трансляции этого творчества. То, что у тебя есть, твоя аутентичность, своя точка зрения, свой опыт. И мы надеемся, что мы видим мир с какой-то своей точкой зрения. Именно это я пытаюсь поймать. Вот этот момент в потоке. Это может быть что-то, что покажется другим людям абсолютно абсурдным, что может бросить вызов убеждениям других людей. Или как-то поменять опыт зрителя. Мы не должны давать ответы на все вопросы. Как мне кажется, искусство позволяет людям постоянно переопределять, что такое мир для них, что такое для них искусство. И люди могут брать контроль над своей жизнью в свои руки. Мы просто даем позволение выдающимся проектам происходить. Великое искусство может соединить вас с миром. И искусство может трансформировать ваш взгляд на мир. В частности, искусство вас может приблизить к тому, что я могу описать только словом «человечность», глубинное понимание человечности во всей ее сложности. Никогда не получается идеально. Иногда ты теряешься в своем поиске идеала. Искусство должно быть снаружи. То есть, если все, что мы думаем, остается внутри нас, то мы не сможем превратить это в способ разговора. Искусство именно является таким разговором. Я думаю, что города очень похожи на людей. Если на вас не обращают внимания, вас недооценивают, но вы знаете, что у вас есть много талантов, отличная история, то вам нужно найти способ разрушить стереотипы других людей. И необходимо делать так, чтобы люди меняли свою точку зрения и свое восприятие. У искусства есть способность помогать нам разбираться с фундаментальными проблемами, например, социальное неравенство, изоляция людей. Мне раньше было очень сложно говорить о синдроме Туретта без слов. И мне было очень сложно разговаривать, например, даже с моим другом Мэтью. Мне было сложно объяснить ему, в чем состоит моя тики. Но мы смогли создать собственный язык общения. И он мне сказал, что это просто мой способ разговаривать, и эта идея проросла во мне. Может быть, это связано с каким-то голодом, а может быть, это что-то, что ты просто не можешь выключить в себе. Это риск, ты постоянно рискуешь. Ты все время думаешь, я думаю, это сработает. Я никогда не знаю, что я буду делать, и меня зачаровывает это незнание. Все способны на это. Это повод быть живым, повод жить. Искусство может поменять ваш взгляд на жизнь. Разделенный смех, любое произведение искусства может изменить мир. По мере того, как меняется мир, политика, отношения, происходит изменение климата. Наш мир постоянно меняется, постоянно куда-то движется. Искусство предлагает точку покоя. Влияние искусства на людей, влияние искусства на города – это что-то, что необходимо анализировать и понимать. Если это не искусство и культура, то что тогда искусство и культура? Мы не говорим местным жителям, вот, искусство. Наоборот, мы просим их сказать нам, что такое искусство. И оказывается, что искусством может быть множество разных вещей. Искусство нас сплотит. Я надеюсь, что это видео смогло задать тональность нашего последующего разговора. И я могу с вами поделиться определением культуры, с которым я работаю. Культура – это сумма всей нашей креативности. И как мне кажется, когда мы воспринимаем такую парадигму, мы перестаем думать в рамках каких-то жанров искусства, и начинаем думать просто о творчестве. Что такое творчество. Сейчас я расскажу вам о проекте «Культурный год культуры» в Хале. И я буду рассказывать о своих проектах. Разумеется, ни в коем случае я не хочу сказать, что это единственный способ работы. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели на то, как работаю я, и, возможно, сделали из этого какие-то выводы для себя. Первый важный вопрос – где, черт побери, вообще Хал? Вот он, на севере Англии, на восточном побережье. Население у него порядка 270 тысяч людей, то есть это довольно небольшой город, маленький. Идея проекта «Город культуры» изначально началась в Ливерпуле. Ливерпуль в 2008 году был избран в проекте «Европейская столица культуры», и это пошло на пользу Ливерпулю. Как вы, возможно, знаете, до 2008 года Ливерпуль был в довольно неблагополучном положении. Очень много людей уезжали, местное население постоянно сокращалось. Были даже разговоры о том, чтобы вообще закрыть все производство и даже лишить Ливерпуль статуса города. Тем не менее, удалось с помощью проекта «Столица культуры» наоборот повернуть время спять. Я, разумеется, не хочу сказать, что культура может решить все. Но, как вы понимаете, это мой элитмотив, но при этом культура может ответить на множество разных вопросов. После Ливерпуля было принято решение в Британии каждые несколько лет, каждые четыре года выбирать город, который станет городом культуры Великобритании. И было принято решение выбирать только те города, которым это действительно нужно для того, чтобы этот проект смог город трансформировать, город изменить. И, в первую очередь, это связано с проектом, с проблемой постоянного роста мегаполисов. Я думаю, что это проблема, которая существует по всему миру, то есть Лондон постоянно разрастается, и вопрос, а что нам делать с другими городами? И иногда людям кажется, что достаточно копировать просто модели вот этих городов-миллионников, больших городов. Давайте будем как Лондон, давайте будем как Москва. Нет, это не работает. У каждого города должен быть свой голос, каждый город должен найти свой стиль существования. Первый город в этом проекте стал Дерри Лондон Дерри в 2013 году. В Дерри было очень много проблем, и в рамках этого проекта попытались с помощью культуры создать безопасное пространство, в котором люди с очень разным представлением о мире могли делиться своим восприятием мира. В буквальном смысле, организаторы этого проекта построили мост в городе, между двумя частями города, и в логотипе вы видите этот мост. Дело в том, что когда город получает этот титул, город культуры, это не про то, что нужно привозить какие-то замечательные постановки или образцы культуры, а про то, что надо найти собственную культуру. Вот эта книга, которая называется «Жуткие города», «Дерьмовые города», и в этой книге фигурировал Халл в том числе, вот из нее цитата «В судный день наш город на неопределенное время передадут сатане для размещения грешников». Вот как, каким видели Халл в 2003 году. Да, цитата смешная, но если ты говоришь городу, что город некудышный слишком долго, то все местные жители начнут этому верить. И дальше это продолжает двигаться по спирали, только усиливаться. У каждого города есть свои подъемы и падения, у Халла в том числе, потому что Халл раньше был центром рыботорговли, потом, как вы понимаете, будучи стратегическим портом, Халл был разбомблен во время Второй мировой войны. И сначала во время налета на Лондон были сброшены некоторые бомбы на Халл, потому что Халл был стратегическим портом, а на обратном пути самолеты и истребители сбросили все оставшиеся бомбы, просто чтобы город догорел. Вот как выглядит наш город с высоты птичьего полета. В нашем городе много разрабатываются зеленые источники энергии, возобновлявые источники энергии. Энергии на 300 миллионов фунтов вложили в развитие ветряной энергии в частности. И много в нашем городе сейчас занимаются именно темой экологии возобновляевых источников энергии. Правда, если никто не хочет жить в этом городе, кто же будет заниматься на всех этих предприятиях, эко и предприятиях, производящих воспроизводимую энергию, зеленую энергию? И нам было очень важно разобраться с той ситуацией, что в городе никто жить не хочет. Есть люди, которые приезжали в город, просто получив контракт, и думали только о том, как бы отсюда сбежать. И мы поняли, что да, промышленный план работает, действительно, с точки зрения промышленности и возобновляемых источников энергии все работает, но необходимо добавить культуры. Именно поэтому Хал подал заявку на статус города культуры Великобритании. 65% местных жителей не считали, что Халу стоит быть городом культуры Великобритании. Мне очень нравятся вот эти цитаты из Твиттера, моя любимая «Я больше культуры видел в коробочке с йогуртом». Правда, организаторы этого проекта решили провести очень большую программу в социальных сетях, объясняя местным жителям, почему это нужно. И когда организаторы уже подали заявку на звание города культуры Великобритании, 85% местных жителей это поддержали. И в итоге Хал выиграл. И это стало необходимым толчком для изменения. До этого года, до 2016 года, город много задумывался о том, что необходимо поменять инфраструктуру. И этот проект стал важной точкой ускорения, важным поводом для того, чтобы реализовать все необходимые работы. Это центральная площадь в Халле, и удалось провести работы по реновации, которые должны были занять три года всего за один год. Но это еще не все. Причем мы также провели такие проекты «События прелюдии». Слева вы видите проект Sea of Hull, Море Hull, Спенсера Тьюника. Хал всегда был портовым, морским городом. И нам было очень важно вернуться к этой ассоциации в тот момент, когда Хал, как феникс, восстает из пепла. И мы не хотели начинать с какой-то интонации, как будто мы извиняемся. Нет, мы хотели начать сразу с гордой ноты. Это наш город. У нас есть история, у нас есть традиции. Спенсер Тьюник набрал 400 волонтеров, которые разделись догола. Их тела были покрашены в голубой цвет, и их телами выкладывались вот такие. Такие инсталляции, такие перформансы, как вы видите на экране. 300 тысяч человек подали заявку на участие в этом перформансе. Я заявку не подавал, я слишком викторианский мужчина, чтобы это делать. Тем не менее, мы заметили, что проекты пользуются популярностью. Все больше людей хотят принять участие в таких партисипативных искусствах. Мы также привезли группу «Град Сиел» с прекрасным спектаклем «Плас де Занж», в которой акробаты обрушили полторы тонны перьев на зрителей, которые находились на улице. Это была первая часть шоу, а вторая часть шоу состояла в том, что люди просто играли с этими перьями, которыми завалила все центральные улицы. Это нам очень важно, чтобы люди могли взаимодействовать с произведением искусства, напрямую принимать в нем участие. Мы очень много занимались строительством, в том числе мы, правда, с большой осторожностью подступались к таким проектам. В частности, мы все знаем, что когда политики получают деньги, они начинают возводить памятники самим себе. Мы старались этого избежать. В частности, мы провели реконструкцию нового театра «Халл», «Ференс Артгалерея», «Артгалерея Ференс», которая тоже была в довольно плохом состоянии. Также мы провели реновацию зоны бывшего фруктового и овощного рынка. Сейчас там открылось очень много ресторанов, галереи и так далее. Более того, мы провели реновацию общественных пространств в центре города. Мы поняли, что в городе не хватает пространства современного искусства. И мы провели ремонт, реновацию вот этого трехэтажного овощного и фруктового склада. И в феврале 2017 года открыли здесь уличную галерею «Хамбер». Она до сих пор работает. Нам было очень важно найти истории города. Как вы понимаете, в городах по всему миру есть свои доминирующие нарративы. И в нашем случае первый нарратив был «Рыболовный промысел», а второй — «Вторая мировая война». Правда, проблема в том, что эти доминирующие нарративы могут утопить новые истории, заглушить голоса молодых людей, потому что эти нарративы поддерживаются в основном пожилыми белыми мужчинами. В каком-то смысле, это черта монокультуры. Мы решили сделать попытку найти другие истории в нашем городе. И первая история связана с Бейзелом Кирченом. Это был барабанщик, крестный отец с электронной музыки. Он был родом из Хала. Лиллиан Беллока — борец за права рыболовов. В частности, она была инициатором того, что все женщины, жены рыбаков восстали против ужасных условий, в которых раньше работали рыбаки. Какую акцию они сделали? Очень простую. Считалось, что если твоя жена стоит на пирсе, ты не можешь отправляться на рыболовный промысел, поскольку это сулит неудачу. И вот все женщины города во главе с Лиллиан Беллока просто вышли на пирс и стояли, не позвояли рыбакам в шторм, плохую погоду в ужасных условиях, с неисправной техникой выходить в открытое море. Кум Трансмишенс — это отличная перформативная группа, которая в конце 70-х годов преследовалась полицейскими в нашем городе, в Халл, в Лондоне. Они открыли свою выставку, которая называлась «Проституция». Она продержалась всего сутки, потом ее закрыли. Кум Трансмишенс этих художников окрестили разрушителями цивилизации. Мы провели первую ретроспективу этой группы, воспользовавшись архивами «Тейт Модерна». Они закупили очень много, приобрели очень много объектов, связанных с действием, с деятельностью этой группы. И я помню, что в книге отзывов и предложений я от одной женщины нашел отзыв, казалось, что она была оскорблена содержанием этой респективы, и она писала, в частности, «Мы не синие чулки, мы вдовы». Я до сих пор не знаю, что она имела в виду. И, разумеется, «Зиги Старда» от «Зиги Звездная пыль» и «Пауки с Марса», также связанные исторически с Халлом. Дальше нам было очень важно исследовать, в чем состоит именно наша культура, наша северная культура, и мы провели масштабный фестиваль «Субстанция Сабстанс». Но это еще не все. Мы привозили также внешние проекты, очень известные, в частности, церемония вручения премии Тернера и Стейт из Лондона. Мы заказали королевской шекспиревской компании спектакль «Лицемер» «The Hippocrates», который был посвящен гражданской войне, которая, кстати, началась именно в Халле. Мы провели огромный масштабный поп-концерт вместе с BBC Radio 1. И, мне кажется, не нужно недооценивать, как реагирует молодежь, когда Кэти Перри выходит на сцену и говорит «Привет, Халл». Это был очень трогательный момент, потому что никто никогда к Халлу с таким теплом не обращался. Такого приветствия никогда не звучало со сцены. Более того, мы заказали архитектурную инсталляцию «Эхолл Фухалл». Это временная инсталляция, потому что город у нас довольно большой. К нам приезжали порой 250 тысяч человек на какое-то одно мероприятие, и инсталляции, которые долгое время можно было посмотреть, привлекали все больше и больше туристов. Мы также проводили несколько сезонов культурной нашей программы. Первый сезон назывался «Мейден Халл», сделан в Халле. Мне кажется, что из названия все понятно, чем мы занимались. Мы пытались рассказать о людях Халла, о жителях Халла. Мы хотели соединить... Мы хотели достучаться до жителей Халла, потому что жители реагировали сначала с подозрением на нашу инициативу. Они говорили, ну, это не для меня, приедут какие-то артистичные типажи, вот это все будет для них. Первый из наших проектов назывался «Город говорит». Можно было встать за такую небольшую кафедру, и можно было сказать все, что вы хотите в микрофон, и эти слова транслировались на противоприливную дамбу, которую вы видите на экране. Правда, мы в этом проекте внедрили специальное программное обеспечение, которое цензурировало грубые слова. Правда, мы не учли такое слово, как «какашки», «пу», и вот целых 15 минут мы любовались на то, как это слово сияло на противоприливной дамбе. Следующий наш сезон назывался «Корни и пути», поскольку Хал всегда был городом миграции. Через наш город очень много мигрантов с севера прошло, тех, кто ехали в Лондон, но очень часто люди приезжают и уезжают в наш город. 65% жителей нашего города проголосовали за выход из Евросоюза, и мне кажется, это связано с тем, что люди не чувствуют права на это место, не чувствуют свою причастность к нему, и никоим образом не связано с самим Евросоюзом как таковым. Еще один проект наш назывался «Потоп». В нашем городе действительно бывают иногда затопления, потопы. Этот проект шел целый год, 365 дней. Первая часть проходила на набережной, вторая часть проходила на специальном дебаркадере, третья часть происходила на BBC в прямой трансляции, четвертая часть, опять же, в доках, на причале. Третий сезон мы назвали «Свобода», потому что именно в Халле родился Уильям Уилберфорс. Это человек, который боролся против работорговли, в первую очередь против американских рабов, которые приезжали именно через Халл, их привозили в Халл, в первую очередь, по морю. Халл гордится своей либеральностью, и это город, в котором рады любым сообществам. Я помню, что BBC мне сказала, если уж хочешь, чтобы про вас рассказали на национальном уровне, на национальном телевидении, сделайте какой-нибудь проект национального масштаба про национальную проблему. И мы узнали, что тот год был юбилей свадьбы королевы, юбилей окончания Второй мировой войны. Как я уже говорил, что про войну в Халле не было недостатка в проектах, мы не хотели больше работать с этим. А что касается коронации королевы и праздников, связанных с королевой, этот праздник праздновался во всех, во всех абсолютно городах, во всей Великобритании. В Халле мы тоже хотели сделать что-то свое. Но вот что мы узнали. В 2017 году можно было отпраздновать 50-летие с момента легализации однополых, однополой любви, однополых отношений. И мы провели мероприятие, которое мы назвали ЛГБТ-50. Вот что интересно. Выяснилось, что наша основная аудитория была родом из социально неблагополучных районов вокруг Халла. И мы провели вот такую большую, масштабную, бесплатную вечеринку, где мы предлагали людям чай и торт бесплатно. Последний сезон мы назвали «Расскажите о себе миру». Это был более технологичный проект. Здесь мы сделали в частности проект, который назывался «2097». Мы сделали себя заново. Им занималась компания «Бластир» и теория большого взрыва. В этом проекте художники обращались к местным жителям и спрашивали, как вам кажется, как может выглядеть Халл в 1997 году. В частности, для этого проекта использовали телефонные будки. Здесь в зале много молодежи, вы, наверное, их вообще не застали, эти телефонные будки. Но вот в этом проекте они использовали. Несколько сотен таких будок было расставлено по всему городу, и в два часа дня в один день в каждый из них зазвонил телефон. И если вы снимаете трубку, то вы могли поговорить с кем-то из будущего, с человеком из будущего. Именно так художники пытались вовлечь местных жителей в разговор о будущем. А что происходило на самом проекте? Вас встречали художники, и с вами вместе отправлялись в будущее. Вот трейлер этого проекта. Если бы вы могли изменить будущее. С чего бы вы начали? 2097-й. Мы заново сделали себя. Запуск 1 октября. Онлайн на вашем мобильном телефоне. Вживую в Халле и Архусе. Запишитесь на сайте. И, разумеется, мы работали не только с искусством, потому что для того, чтобы провести целый год культуры, нам нужна была целая армия волонтеров. К нам пришло 2500 волонтеров. И, как мне кажется, не нужно недооценивать культурное воздействие волонтерской работы. В частности, мы сотрудничали с поставщиками медицинских услуг в Халле, потому что нам было важно обсудить проблему социальной изоляции не только для пожилых людей, но и для молодых людей. Мы именно этих людей приглашали в нашу волонтерскую команду. Этому проекту уже три года. Они по-прежнему общаются и работают вместе. Как мне кажется, эта работа поменяла их жизнь очень на глубинном уровне. Это несколько сотен волонтеров, которые мы отправили в Эдинбург для того, чтобы они рассказали про Халл. Также у нас есть очень много программ обучения. Мы работаем с школьниками, потому что, как уже было сказано в первом моем видео, у каждого человека есть творческая жилка, ее нужно просто высвободить. Наше сердце требует творчества. Этот проект называется BuzzFeed. В нем мы работали с молодыми людьми, со школьниками, приглашали их в галереи, рассказывали им про искусство и записывали то, что они говорят. А потом озвучивали этот текст вербатием с помощью кукол. Таким образом, мы смогли целостно вовлечь молодежь в обсуждение проблем, связанных с искусством. В то время проводил фестиваль «Женщины мира». Это глобальное движение, которое происходит по всем странам мира. И вот что произошло, когда мы попросили нескольких школьников обсудить этот фестиваль мира. Что у тебя там? Этот журнал называется «Вау!» «Женщины мира». Ого! И это фестиваль, который везде происходит. Ты над чем смеешься? Не смейся, я серьезно. Это где женщины встречаются с другими женщинами? Слушай, ну, Морган, расскажи тогда, про что это. Это про то, что... Это про женщин, которые чего-то достигли в жизни. А, да, это классно. Да, чтобы они могли рассказать о том, чего они добились. То есть мужчины вечно хвалятся своими успехами, а женщины не получают признания. Да, да, признания не получают за то, что они добились. Да, я, например, более зрелый человек, чем парни моего возраста. Они по-прежнему там пластиковыми бутылками кидаются. Да, я тоже нормальная 14-летняя девушка. Я хочу быть врачом. Нет, я врачом не буду, я буду юристом. А все в девятом классе мне говорят, нет, не будешь, но погодите, я стану юристом и покажу им все. Нет, подожди, это слишком тихо. Речь же идет о женщинах мира. Вау, да. Так-то лучше. Мы попытались в этом проекте воспитать новое поколение феминисток. Я шучу, конечно. Мы работали с местными сообществами, очень много про это я расскажу чуть попозже. Сейчас я вам расскажу про несколько решений, которые мы приняли. Во-первых, нам нужно было сделать церемонию открытия года, и когда люди говорят об открытии, им кажется, что это что-то, что происходит в один вечер, мы приглашаем всех спонсоров, а люди, местные жители, с которыми мы хотим работать, в итоге ничего не видят. Поэтому мы открытия растянули на семь вечеров. Мы проецировали истории города на несколько зданий в нашем городе. Это были истории, да, и про войну, и про рыболовный промысел тоже, но не только. Нам было очень важно расширить это пространство нарративов. Мы раздали приглашение на это мероприятие, оставили приглашение в каждом почтовом ящике нашего города, и нам это было очень важно сделать. Вы можете решить не приходить, это ваше право, но вас пригласили. Мы думали, ну, сто тысяч человек, может, придет на первый вечер. Первый вечер пришли люди, которые обычно взаимодействуют с культурой, во второй день. Их друзья на третий день, видимо, прошла молва про то, что ничего такого суперхудожества нет, на самом деле это все весело. На следующий день пришло 300 тысяч человек, и это практически сломало весь наш план, было слишком много человек, чем мы планировали. Но, как мне кажется, очень важно работать именно с таким количеством людей, если вы хотите работать с местным населением целый год. Затем мы провели проект, который называется «Блэйд». Лезвие. Я уже говорил о ветряных турбинах, которые установили рядом с халом. Это лопасть ветряной турбины, она длиной 75 метров. Это самый длинный объект, который изготавливают вручную. То есть их лазером обрабатывают вручную, а потом устанавливаются, опять же, вручную на ветряные турбины. И вот одна из таких лопастей была выставлена на главной площади нашего города. Это объект, который был создан руками мужчин и женщин Хала. Художник Найн Кулкарни установил этот объект, он хотел сделать так, чтобы это был сюрприз. На самом деле, десятки тысяч человек работали, простите, сотни человек работали над этим проектом. Это включало логистику, транспорт. Мы привезли эту лопасть ночью, под покровом ночи, и действительно, этот проект стал сюрпризом. Люди узнали про него только, когда случайно вышли на площадь с утра. В Хале очень много социального жилья, пожалуй, даже больше, чем где-либо в Европе. Это был проект, в котором мы попросили людей зажечь у себя дома цвета разного цвета. Название этого проекта было «Я хочу с тобой поговорить». И на следующий день вышла газета с заголовком «Жители Хала в первый раз пообщались со своими соседями с помощью азбуки Морса». Следующий проект, о котором я хочу рассказать, «Лэнд оф грин джинджер» «Земля зеленого империя». Мы собрали семь групп художников и отправили их в разные районы нашего города и сказали им, единственное техзадание «Сделайте магию, создайте магию». У кого-то был такой огромный волосатый монстр, который каждый день, несколько недель выходил на улицу и прилипал буквально к кому-то из местных жителей и проводил с этим местным жителем целый день. Например, один день он проводит целый день с менеджером банка, просто ходит за ним по пятам и все. На другой день школьник, и этот монстр был безмолвен, он ничего не говорил. Понимаете, если вы целый день проводите с волосатым монстром, с пушистым монстром, то вы ему рассказываете то, что вы никому другому не рассказываете, то, что вы стесняетесь рассказать другим людям. Другой художник покрасил дверь в золотой цвет и написал на нем «Только попробуйте зайти». Те люди, которые заходили, их угощали чаем, и они могли провести приятную беседу с актерами, которые там были. Еще один проект, третье издание этого проекта было связано с мифом. Считается, по местным поверьям, что на три часа в одну определенную ночь кода появляется чудесный монстр, который может реализовать все ваши желания. И этот миф на самом деле помнили только деды, буквально очень пожилые люди нашего местного сообщества. Мы просили их поделиться фольклором, который они помнят. А то, что увидите на экране, это другой наш проект, он назывался «The Long Hill Burn», в котором мы попросили местных жителей написать на бумажках свои надежды на будущее. Мы собрали все эти бумаги в несколько коробок, поместили их на верхушку, вот этого огромного кострища. И мы сожгли эту конструкцию под музыку «Love is in the air» «Любовь в воздухе». И эта акция была одной из самых трогательных, на которых я был в своей жизни. И, наконец, последний проект, о котором я хотел рассказать. Здесь мы использовали сборочных роботов с автомобилестроительного завода, уже ненужных, разместили ночью этих роботов по всему городу. Они могли перемигиваться друг с другом, использовать свет. Это просто стало, с одной стороны, интересной инсталляцией в городе, с другой стороны, мы обучили волонтеров быть медиаторами, учить прохожих взаимодействовать с этими роботами. И, в частности, с роботами местные жители обсуждали вопрос, куда идти дальше, куда двигаться дальше, потому что мы все время думаем о будущем. Это уже довольно скучно. Я сейчас быстро пробегусь по этим слайдам. Здесь речь идет о тех зонах, сферах жизни человеческой, на которые мы повлияли. Это, разумеется, искусство, культура, развитие общественных пространств, экономика, общество и партнерство. Здесь еще немножко статистики. В первые три месяца 2017 года 9 из 10 местных жителей посетили по меньшей мере одно из наших мероприятий. Это потрясающая статистика. Что касается нашего спектакля Hypercrete, лицемер, 38% людей, которые купили билеты, впервые пришли в театр Халтрак. И что нам еще более важно, муниципалитет города нас поддержал. На каждое из наших мероприятий город проводил еще три мероприятия. Нам это было очень важно, потому что мы не хотели доминировать в информационном пространстве. Мы не хотели быть единственными, кто занимается культурой в этом городе. Мы хотели, чтобы нас поддерживал город тоже и общество, и общество, местное сообщество. Еще немного статистики. Из 1 миллиона 100 тысяч людей, которые прошли мимо Блейда, мимо лезвия инсталляции, и более 420 тысяч людей как-то повзаимодействовали с этой инсталляцией. 50% сказали, что пришли на площадь Королева Виктория специально для того, чтобы посмотреть на эту инсталляцию. И вы представляете, если каждый бы из этих людей купил чашку кофе, вот вам подъем местной экономики. Мне кажется, об этом тоже важно говорить, когда мы говорим об искусстве. Еще немного статистики. Люди начали лучше говорить о своем городе после нашего проекта. Хотя, как вы видите, и до нашего проекта люди гордились местом их жительства. И мы выявили очень интересные отношения. Местные жители считали, что они-то имеют право критиковать ХАЛ, но внешние люди на это право не имели. И нам было очень важно, что целый год люди в газетах и повсюду в информационном пространстве слышали только добрые вести о своем городе. Если в двух словах сказать, что произошло с местными жителями, за год у всех людей выровнялась осанка, они начали гордо нести голову и опустили плечи. И это очень важно. Когда люди гордятся местом, где они живут, они могут сделать все, что хотят. Они способны на все. Еще статистика знаний о том, что ХАЛ, город культуры в 2017 году, это тоже очень важно, ведь осознанность растет. Следующая зона экономика. Как вы понимаете, мы не хотели попасть в стандартную ловушку, просто потратить очень много денег и все, и просто сделать какое-то искусство. Нет, мы смотрели на то, что больше стало туристов в нашем городе, больше туристов бронировали жилье. И что касается музеев и галереев в ХАЛе, их посещаемость увеличилась на 500%. Следующее, о чем я хочу поговорить, это наследие мероприятия. Не знаю, как дословно это перевести, есть ли такое понятие в русском языке, но это то, что происходит после мероприятия, потому что в Великобритании это сейчас, пожалуй, самое такое популярное слово. Важно не только то, что происходит на мероприятии, а и то, что следует за этим мероприятием, какой-то пост-эффект, еще иногда это называют результатом, выхлопом мероприятия. Тут очень сложно говорить о том, кто будет мониторить, кто будет поддерживать этот выхлоп, потому что это все-таки задача не самая интересная, и бывает такое, что если нужно сделать что-то неинтересное, то люди просто тыкают пальцем «ты отвечаешь» и убегают. Поэтому нам было очень важно продумать план очень подробно. На три года мы его продумывали, создавали программу всех мероприятий, ежегодный фестиваль, разумеется, мы поддерживали фестиваль новой музыки, работа в разных районах нашего города с местными жителями, эта работа будет продолжаться, инсталляции крупные в жанре визуального искусства, изобразительного искусства, независимые театральные постановки. Мы финансировали одного театрального, платили одному театральному продюсеру за то, что он поддерживал местную группу, местную группу актеров, которые хотели создавать собственные работы. Они до сих пор работают. И, разумеется, уличная галерея Хамбург. Это тоже наше влияние. Нам было важно продумать план партнерства, очень важно понимать, с кем вы работаете. Я надеюсь, что из моих слов вы поняли примерно нашу позицию, нашу философию. Как мне кажется, главная ценность искусства это связь с местными жителями. И, разумеется, в конце своей речи я хочу вам показать замечательное видео, которое мы сняли в конце нашего года о халл «Город культуры». Посмотрите на него, это намного красотнее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Третий сезон «Свобода». Субтитры Алексею Дубровскому! Четвертый сезон «Расскажите всему свету» Каждый момент, каждый день, Каждый месяц, каждый смех, удивление, слеза, произведение искусства, художницы, партнер, волонтер, каждый человек. Спасибо. Спасибо. And thank you. Thanks for listening. Без обнимания. Здравствуйте. Спасибо. Мартин, thank you very much. Большое спасибо, Мартин. Друзья, спасибо большое. У нас есть время для вопросов Мартину. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, поднимите руку, я или моя коллега к вам подойдут. Единственная просьба, задавайте вопрос в микрофон, чтобы Мартин услышал вас в свое переводное устройство. Да? Классно, да? Что потом сделаем с этой трубкой? Привет, Мартин. Потрясающий проект. Я впечатлена. Я имею в виду Халгу, город культуры. К сожалению, этот проект невозможен в России, неосуществим в России. Я не могу представить себе, что какой-то небольшой российский город сможет провести такой проект. На самом деле были похожие попытки, например, построить музей современного искусства, все эти попытки провалились. В основном все происходит в Москве и в Санкт-Петербурге. И как вы правильно сказали, на такие проекты нужно очень много инвестиций. Поэтому у меня прагматичный вопрос, кто были ваши инвесторы, это какие-то частные компании, правительство Халла. Как вы справились со всеми этими тратами? Я знаю, что есть люди, которые не согласны с вашим мнением, что в России такое невозможно. Первый момент, это стоило 32,5 миллиона фунтов на год. 60% мы получили из государственных источников. Нам очень повезло, не знаю, так ли это в России. Например, можно получать финансирование от лотереи в Великобритании, национальной от британского совета. Это британский совет тоже нас поддержал, купил мою душу, можно сказать. И 40% коммерческие спонсоры, и это до сих пор даже в Великобритании очень тяжелая работа, убедить коммерческие компании дать вам деньги на искусство. Я думаю, что, с одной стороны, вы абсолютно правы, чтобы город сделал такую инвестицию. Халл на самом деле только, в кавычках, 3 миллиона фунтов в это вложил. То есть для города, на уровне города, это не такая уж и большая инвестиция, но нужно лидерство, действительно. В частности, нам нужны были лидеры, которые скажут, давайте сделаем свою программу, год культуры, не будем ждать еще 15 лет, пока до нас дойдет очередь европейской столицы культуры и так далее. В Халле был отличный мэр, которого тогда избрали, как вы, возможно, увидите, в Манчестере, в Ливерпуле. Другая немного философия, то есть там все говорят, я верю в то, что искусство важно, я вам это покажу. А здесь совсем с другой предпосылки. Начали с того, что искусство может быть важно для людей, и мы начали именно с людей. Когда вы пытаетесь продать кому-то свою идею, получить инвестиции, вам нужно быть в каком-то смысле комедиантом, то есть вам нужно понимать, что сказать именно этому человеку. Например, если вы бизнесмен, то я буду давать вам цифры, если вы из здравоохранения, я буду вам говорить, как это все поможет благополучию людей, если вы из туризма, я буду называть какие-то другие аргументы и так далее. Как я сказал в самом начале, это не какая-то истина в последней инстанции, это просто пример из нашего города, то есть вам не нужно полностью имитировать эту модель. А кто инициировал этот проект? Правительство. Фил Редмонд, крупный телепродюсер, предложил именно эту инициативу. Он отвечал за проект в Ливерпуле. Он, надо сказать, человек очень назойливый, если уж он чего-то хочет, то он обязательно всех убедит, что это очень важно. Еще скажу, что в Британии сейчас сокращают бюджеты на искусство. У нас сейчас ужасная правящая партия. Помимо того, что они пытаются разодрать нашу нацию на куски, они еще все меньше денег тратят на искусство. Сейчас, например, наш министр буквально неделю сказал, что искусство можно продавать по государственной страховке. Это означает, по сути, что искусство должно быть дешевле, чем пилюли. Кто-то еще хочет задать вопрос? Здрасте. Большое спасибо за вашу историю. Мой вопрос такой. С какой критикой вы сталкивались, работая над этим проектом? И была ли какая-то справедливая критика? Все было несправедливо. Я всегда прав. Только я. Поймали меня. Арт-сообщество в городе относилось к нам с большим недоверием. В частности, когда я, внешний человек, был назначен на должность главы этой программы. Я их не виню за это. Мы потратили очень много времени просто на разговоры с местным арт-сообществом. Важно было убедить местных жителей, что мы не будем им ничего навязывать, а мы будем вдохновляться их работой. Какие-то очень простые вещи. Я переехал туда. 60% нашего штата были люди из Хала. И было требование, чтобы люди, которые хотят работать над этим проектом, переезжали в Хал. Мы хотели, чтобы не все, кто приезжает работать, например, приезжали бы в понедельник, уезжали в четверг вечером. Нам было важно, чтобы люди переехали и жили фулл-тайм в этом городе. Потом у нас был такой принцип, что голоса, которым мы даем прозвучать, не всегда принадлежат лучшим художникам. Очень часто бывает такое, что арт-программа транслирует голоса пожилых белых мужчин, которые просто самые громкие. Нам было важно найти более тихое, если позволите, искусство. И, разумеется, я часто сталкивался с аргументом, почему деньги тратятся на искусство, а не на больницы, например, или не на школы. И я поэтому показываю статистику про то, как изменилась экономическая жизнь в городе. Сейчас я смотрю на эту программу с дистанции, с расстояния. Сейчас я понимаю, что можно было сделать лучше. Как мне кажется, мы так и не смогли вовлечь в работу студентов нашего города. В Халле есть крупный университет. Было очень-очень сложно втянуть студентов в наши проекты. В частности, потому что в Великобритании сейчас все образование платное, и студенты очень переживают. Они понимают, что это образование им дается очень дорого, и они не тратят времени на что, кроме своих тетрадей. Мне кажется, мы недостаточно работали с художниками с инвалидностью. Мне кажется, это важное направление, которое тоже нужно было раскрыть. С критикой я часто сталкивался, и эти проекты на самом деле не идеальны. И часто бывает так, что люди, которые к тебе обращаются с критикой, они просто не понимают, в чем смысл твоей работы. Это научило меня пропускать многую критику мимо ушей. Но я, разумеется, не живу в иллюзии, что мы все сделали идеально. Я ответила на ваш вопрос. Добрый вечер. Сколько времени длилось подготовительный период этой программы? Сколько человек в вашей команде конкретно? И собираетесь ли вы из этого сделать франшизу? Так, штат, около 100 на полную ставку человек и около 130 фрилансеров. Мы не думали, что у нас будет такой большой штат на самом деле. Мы сначала хотели вложить 13 миллионов фунтов, но так получилось, что наша фандрайзинговая команда нашла больше денег, и поэтому нам пришлось расширяться. Итак, это цикл четырехлетний, как я уже сказал. То есть следующий новый город уже проходит номинацию, когда какой-то город на полную катушку у себя осуществляет эту программу. Халл в 2013 году был номинирован на эту программу. Нам было очень здорово, что эту программу доверили специально образованной независимой компании. Я начал работать в октябре 2014 года. Давайте так скажем, что это было два с половиной года, со два с половиной года до запуска этой программы. Вы понимаете, что это программа на целый год, и как только, когда ты начинаешь уже эту программу в январе и ее запускаешь, у тебя план есть максимум на три месяца, а все остальное в тумане. Но я бы сказала, что три с половиной года в целом ушло на то, чтобы подготовиться. Собираюсь ли я превратить это во франшизу? Нет. Я лично руководствуюсь принципом, никогда не делая одно и то же дважды. Потому что, мне кажется, все умирают от скуки, когда ты начинаешь говорить, «О, когда последний раз мы это делали». И мне важно смотреть на мою работу свежим взглядом всегда. То есть вот одних Олимпийских игр мне было достаточно. Я все время ищу новый проект, который я смогу завалить, который я смогу испортить. Это моя миссия. И, разумеется, максимально распространять знания о культуре тоже. Спасибо большое, Мартин. Я бесконечно вас уважаю. И за организацию церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр. И вот эта история с Халом, когда я смотрела на вас, как вы рассказывали об этом. У вас, да, 100 человек в штате, я понимаю. Да, без 100 человек я и шагу ступить не могу. Может быть, вы можете сказать, с чего вы начали? Скажем, вот вы приняли это предложение, что вы сделали на следующее утро, о чем вы думали, с чего вы начали? Я обнаружил себя в каком-то особым режиме, точно так же, как я работал с Олимпийскими играми. Ты приходишь в первый день и видишь буквально километр пустых столов. И то же самое было в Халле. У нас не было даже офиса. Я просто арендовал какой-то офис. Он был пустой абсолютно. Приходишь и удивляешься. В детстве у меня была такая... Мне сдавали такую поговорку, задачку, как съесть слона. Нужно есть кусок за кусочком. И этим я и руководствуюсь. То есть нужно понимать, с чего ты начинаешь, и не торопиться. Например, когда я начал работать над Олимпийскими играми, я понял, что нужно заниматься не, в первую очередь, не церемонией открытия, а церемонией передачи Олимпийского огня, потому что она проходит на 70 дней раньше, и она более масштабна. Потом нам нужно было открывать свое юрлицо. Пока у нас нет юрлица, мы не можем ни платежи принимать, ни платить зарплаты людям. То есть очень много есть прагматичных моментов, которые нужно решать перед тем, как ты даже задумаешься об искусстве. Но в конечном итоге главным секретом было умолять, убеждать людей приходить к нам работать. Я начал работать над Олимпийскими играми за 5 лет, и это на самом деле ужасная ситуация, потому что все тебе говорят, что ты не успеешь, денег не хватит, и будет церемония ужасная. И вот в этих условиях приходится нанимать людей. Но постепенно, чем ближе к церемонии, тем проще находить людей. Но это Лондон еще, а мы здесь про Халл говорим. Мне повезло, что я смог убедить некоторых из моих коллег, которые со мной работали на церемониях открытия, переехать со мной в Халл. Халл просто не такой город, где проходят крупные мероприятия каждый день. То есть ты вместе с собой привозишь талантливых людей. Но при этом важно нанимать и местных людей тоже. Когда у тебя такой смешанный штат, ты обеспечиваешь поток обучения, то есть люди делятся знаниями друг с другом. Потом я сам очень открыт новым идеям. Я уважаю людей, я выслушиваю точку зрения каждого, так скажу. Мне кажется, это все очень такие прагматичные, практические вещи. Нужно разбить все на этапы, поставить себе план, к какой дате я это сделаю. И очень четко придерживаться этого плана. Нельзя его пускать на самотек. У нас был такой разговор с представителями правительства, и этот поезд не остановится. То есть каждый раз, когда нам нужно было какое-то решение, мы правительству говорили, нам нужно решение ваше через 4 недели к такой-то дате. Если вы нам не даете свое решение, мы просто пойдем дальше. Мы не можем вам позволить нас замедлить, замедлить наш поезд. Это очень сложный разговор, особенно учитывая, что это люди, которые тебе деньги дают. Но мне кажется, что и в хале, и на Олимпийских играх я смог донести до своих сотрудников, что главное время, у времени особая ценность. Еще вот вопрос есть? Спасибо вам большое за ваше выступление. Вы очень вдохновляете. Вопрос такой. Может быть, вы расскажете о какой-нибудь самой сложной ситуации, которая у вас случилась за период подготовки или за время мероприятия, и как вы с ней справились. И еще такой вопрос. Как вам удается держаться на такие длительные сроки, то есть не слиться и сделать до конца? Спасибо. Ну, джин и разные другие напитки. Я на самом деле даже не замечал, как время летит. Мне очень повезло. Мне платят за то, что я люблю делать. Я до сих пор поверить не могу, что люди мне платят за то, что я делаю, то, что мне нравится. Я обожаю искусство. Я верю в то, что искусство может изменить мир. И я готов годами работать над этими проектами. Что касается устойчивости команды в Халле и в Олимпийских играх, да, разумеется, этой команде пришлось пройти огонь в воду. Не все справляются с этим темпом. Помните, я вам, например, говорил, что когда уже доходишь до года, до начала этого года культура, у тебя продуманы первые три месяца, потом ты поэтапно идешь дальше. Это на самом деле ложь, у тебя просто каша в голове. К апрелю команда выдохлась, так скажу. Очень многие люди просто не могли продолжать работать. Вы, возможно, знаете, что когда люди работают на фестивале, они совсем к другому ритму привыкают. То есть ты пашешь, 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 потом две недели ты пашешь совсем уж интенсивно, а потом просто отваливаешься. А здесь 52 недели такого бешеного ритма. В апреле нам пришлось сделать шаг назад, и мы вынули какие-то деньги, убрали какие-то деньги из бюджета наших проектов и наняли дополнительных людей. Мы сделали простые вещи. Мы, например, заказали доставку фруктов каждый день. Мы поняли, что наши сотрудники просто так зарабатываются, что они не успевают покупать здоровую еду. Потом мы проводили фитнес-уроки, которые тоже были невероятно популярны. Плюс мы ввели правило, совещаний по пятницам нет. Это на самом деле было очень здорово. То есть мы ввели правило, нельзя планировать внешние совещания в пятницу. Можно, правда, работать и общаться со своими коллегами. Это на самом деле очень хорошее правило. Ну и в конечном итоге это просто божественная работа, на самом деле работа мечты. В любой момент ты можешь поднять глаза от кучи бумаги у себя на столе и сосмеяться. Как вы понимаете, 57-метровая лопасть, поставить ее на место, где она никогда не должна была быть, это просто было достижение инженерного искусства. И потом наша задача была устроить сюрприз, то есть по улице несут огромную лопасть и делают вид, что ничего не происходит. Никому только не рассказывай. Это все на самом деле было очень весело. Один из помощников режиссера сказал, слушайте, ну это же прям как спектакль, только у вас 72 разных помощника режиссера вместо двух, и для того, чтобы пройти по площадке, вам нужен как минимум велосипед. И это правда. Например, когда показывали спектакль наш на улице, нас уходило полтора часа на то, чтобы настроиться, а сам спектакль шел 10 минут. Это не преувеличение. У нас был один из таких спектаклей, когда 9 минут мы показываем шоу, нам нужно было плюс все заканчивать вовремя. В частности, например, когда мы работали в том числе над церемонией Олимпийских игр, и в хале тоже, нам нужно было строго придерживаться расписания, чтобы и люди могли домой ехать, чтобы журналисты могли подготовить заметки для завтрашних газет. Я должен вам сказать, что без труда не вытащишь рыбку из пруда, то есть нужно вкладываться, если вы хотите получить хороший результат. Я могу весь вечер оставаться, всю ночь, или потом в паб, может, лучше пойдем. Там продолжим. Есть ли какие-то города, где вы мечтаете поработать? Города мечты, про которые вы думаете, «Господи, ну мечтаю поработать в Шанхай» или где-то еще? Люди, которые знали, что я еду в Москву, знают ответ. Я хочу, чтобы Великобритания победила в конкурсе на проведение Евровидения, потому что то, что я мечтаю сделать, я хочу спродюсировать Евровидение. Этого никогда не случится, Великобритания никогда не победит в Евровидении. Простите, конечно, но все равно это моя мечта. Я всегда раньше хотела поработать на Олимпийских играх, когда я был молодой. Я из Лего строил стадионы в юности своей и проводил церемонию открытия с помощью Лего, воровал фонарик моего брата, все это подсвечивал. То есть я был просто психоз, я был помешан на Олимпийских играх. А после этого, когда ты уже поработал с Олимпийскими играми, дальше уже приходится задаваться вопросом, а что дальше? Вот я получил этот великолепный опыт и поехать в Халп оказалось очень правильным решением, потому что до этого ты работал в столице, со всеми ресурсами, которые в столице есть. А сейчас ты переезжаешь в город, которому этот проект нужен больше. Это был первый раз, когда я работал за пределами Лондона, и я очень многое узнал о жизни за пределами мегаполиса, и для меня это тоже очень важно. Вот это мой новый интерес, я бы сказал. Я работаю сейчас на Экспо в Дубае, я работаю на Токийских играх на церемонии, там, в этом году я в Шотландии тоже работаю. Но нужно сказать, что после Олимпийских игр я смог задуматься не о том, что я хочу сделать, а что важно вообще. И мне кажется, что важны города, люди и места, то, как искусство меняет жизнь людей к лучшему. Для меня это стало такой одержимостью, в частности, пересечение искусства и здоровья, как искусство помогает поддерживать ментальное, психическое здоровье, бороться с изоляцией, помогает людям чувствовать себя лучше. Я убежден в этом, и я уверен, что вы все и так уже обращенные, зачем я вам читаю все эти проповеди. И искусство – это ответ на все. Вы сами это знаете. И то, что нам нужно, это не стесняться говорить такие вещи, потому что очень часто мы стесняемся таких громких заявлений. Нет, искусство – это ответ на все. Искусство нас сплотит, сделает нас более здоровыми, не даст нам принимать идиотические решения. Искусство сделает это все за нас. Мне кажется, пора останавливаться, раз я так начал, раз меня так понесло. Простите, я еще поблагодарю британский совет за то, что они меня сюда пригласили. Я первый раз в Москве, первый раз в России. Это уже потрясающий опыт. Мне здесь очень нравится. Большое спасибо технической команде, гаража. Благодаря вам все это работало. Большое спасибо Наде, переводчице. Надеюсь, что у нее все получилось. И Маргарита, переводчик русского жестового языка. И вам большое спасибо за то, что вы пришли.